В Гомельской области с начала этой недели с диагнозом отравления грибами госпитализировали трех жителей. Всего с начала года в области зафиксировано 8 подтвержденных случаев отравления грибами. В них пострадали 11 человек, среди которых есть дети. Одному пострадавшему едва исполнилось 4 года. Дважды в области фиксировали случаи массового отравления, когда были госпитализированы целые семьи. В одном из них члены семьи приготовили блюда из зонтиков и неизвестных грибов, которые накануне сами собирали. Грибной сезон в разгаре. В этом году утверждают грибники, он не задался. Многие жалуются, что леса стоят пустые. Однако, кто ищет, тот всегда найдет. Особо удачливые собирают и для себя и на продажу. И чаще всего безопасность лесного деликатеса опасений не вызывает. Очень много случаев отравления грибами. Вы в своих грибах уверены? Уверены. Потому что я их ем каждый день. Я жарю. И кушаю. Муж кушает. И дети у меня... Елена Михайловна, грибник, опытный. Говорит, что грибы – продукт уникальный. И меню семейное разнообразят, и подзаработать позволят. Главное – места знать надо и нехитрые правила соблюдать. Одно из них – проверка грибов на радиацию. Проверяли, конечно. Вот все есть. Справка, все есть. Нормальные грибы. Сами едем тоже. Елена Михайловна, в этом году очень много случаев отравления грибами. Правильно. Я видела. Даже бледную баранку кто-то срезал. А потом он срезал, бросил ее, а после срежу другой гриб. Представляете, что это будет? Просто люди не знают грибу. Вот и все. Вы в своих грибах уверены? Конечно. Всю жизнь собираю. Прожила в ту лесу. А для людей, которые не совсем знают, что собирать, вот чтобы как опытный грибник порекомендовали? Я бы хотела так вот. Приехал к нам в лес. Пусть делали в стенд. У нас много людей ездят так. Ту можно, ту можно, ту можно, а тут и нельзя. Можно было бы так. Ели едят мои внуки, ели мы дети. И предки наши нам давали. Мы все их ели. И не травились. Вот и все. Самое главное правильное собираю. Да. Самое главное. Не бери то, в чем не уверен. Я собираю 10 видов грибов. Боровики, подосиновики, подберозовики, маслята, зеленки, подзеленки, опята, сыроежки. Вот и все. И рыжики. Но рыжики они у нас очень редко. Остальные я не беру. Не знаю. Вообще-то в Беларуси пишут так. 150 видов грибов. Но они не съедобные, а так называемые, словно съедобные. У каждого покупателя критерии оценки безопасности свои. Кто-то довольствуется честным словом продавца, кто-то обязательно интересуется справкой лаборатории. Кто-то надеется на свой опыт. Грибы-то мы знаем все, что впитывают достаточно много радиации. Это самый продукт, который впитывает больше всего радиации. Поэтому очень надо осторожнее. Ну, естественно, если и готовить, то провариваем несколько. А виды грибов? Виды грибов, конечно. И смотрим, чтобы было покусано немножко животными. Значит, тоже считается, что грибы едят очень хорошие. Очень это вот, если они вот видят все эти. Вот это вот грибочки. Да, животные, если едят, значит, животные не глупые. У Вадима Петровича в плане безопасности по грибной тематике своя история. Увлечение сбором грибов для него едва не обернуло с большой бедой. В прошлом году люди, которые с Дубровой на заходы. Я вышел заходом, заблудился. Я сейчас ушел, я не знал. И вот я не помню, они на серых «Жигулях» меня подвезли. Видно, как это начальники нефтянецкие. Они так утонулись в лесу, посмотрели, что там с берега дождь пошел, они в машину. И видели, что я уже иду неживой, я стал махать, махал-махал рукой. Вот, и они меня спасли. И когда я хотел деньги им дать, уже мне были деньги, я хотел даже бросить. Он как рванул, чтобы мне этот. Такой благородный люди такие, понимаете, что. Спасибо, я ему спасли жизнь, я все порежу, ищу, думаю, жгулите, увидите, что могу благодарить. И никак не могу, нет. Несмотря на потенциальную опасность, грибное пристрастие берет вверх. И любители тихой охоты не отказываются от удовольствия полакомиться грибами, а по возможности заработать. Все время ждали. Все годы продавали, все нормально у нас, мне нравится. Надо уметь грибы брать. Мнение специалистов на этот счет, как говорится, другая сторона медали. С точки зрения диетологии, гриб практически бесполезный продукт. А кроме того, он относится к категории потенциально опасных продуктов. Подтверждение тому сложившаяся ситуация. В Речицком районе сейчас она стабильная, не было ни одного случая пока обращения. Но по Гомерской области уже зарегистрировано 14 случаев. Это 17 человек уже с первичным диагнозом поступили отравление грибами. Среди них даже ребенок 4-летнего возраста. Что хочется сказать. Сейчас сезон, поэтому надо быть осторожными. И прежде всего это профилактика отравления грибами. Идем в лес и собираем только то, что мы знаем непосредственно грибы. Собираем съедобные, несъедобные. Естественно, брать нельзя. Если мы в чем-то сомневаемся, лучше этот гриб обойти стороной, в корзину не ложить. И руками тоже желательно не дотрагиваться. Грибы надо собирать только молодые. Никаких старых грибов не надо. Там развиваются бактерии и развиваются токсины. Когда мы грибы собрали, домой пришли, их необходимо незамедлительно переработать. И не отлаживать их на долгий ящик, как говорится. С июля месяца по сегодняшний день в нашей лаборатории исследовано 26 проб грибов. Из них 4 было нестандартных по радиационным показателям. Одна – это Лоевский район, деревня Малиновка. Там превышение было практически в 5 раз по радиации. А по Реческому району – это деревня Старая Красная, Головки и Салтаново. Там превышение было в 1,5 раза при норме 370. Там было 390, 570. Ну, в общем, превышение были. Ну, в том году урожая было больше, и за 2017 год было 66 нестандартных проб. Те, кто приходит на рынок покупать грибы, конечно, должны сами поинтересоваться у продавцов этих грибов, есть ли справочка на эти грибы. Ну, и смотреть на внешний вид обязательно, чтобы это были свежесобранные грибы. Старые не берем. И берите только те, которые известны грибы вам. Поэтому, если вы не можете лишить себя удовольствия насобирать или купить грибов и приготовить любимое блюдо, соблюдайте правила и будьте внимательны. Самолечением при признаках отравления грибами заниматься нельзя. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Отравление грибами может быть смертельно опасным. Отравление грибами может быть смертельно опасным.